Вала Щук СД пишет вам эссе, жизнь не рок-н-ролл, Вала Щук СД Всем привет! Вчера побывал на концерте Глэна Хьюза, бывшего участника Deep Purple. С точки зрения современной музыки и современной молодежи, его музыка, как и вообще любая музыка тех лет, не представляет никакого интереса, кроме музейного. Вот я и сходил в музей, посмотреть этакий музыкальный перформанс 70-х годов прошлого века. Очень интересно посмотреть вживую, как все звучало и выглядело на сцене 45 лет назад. И еще мне хотелось посмотреть, как работают на сцене легендарные музыканты, которым уже под 70. Осталась ли в них хоть часть той энергии и мощи, которые помогали им собирать сотнетысячные стадионы. Скажу честно, я получил удовольствие от концерта, потому что услышал и увидел именно то, что и ожидал. Глэн Хьюз работал с огоньком, постоянно переходил на пронзительный фальцет и показывал публике язык. Все как в старые добрые времена. Клавишник также все время пытался играть коленом на своем хаммонде. Создавалось впечатление, что он хочет его оседлать. То есть чуваки воссоздавали на сцене и атмосферу, и звучание, и картинку из 70-х годов. Глэн Хьюз исполнял свои и Deep Purple старые хиты. И, конечно же, все закончилось знаменитой Smoke on the Water, припев которой стоя пел весь зал. Все-таки выдающийся риф в этой песне, который считается одним из наиболее известных и популярных рифов за всю историю рок-музыки. И который, как правило, первым учились играть все начинающие рокеры. Хочу отметить профессиональное мастерство музыкантов, сопровождающих Глэна Хьюза. Гитариста Сорена Андерсона, клавишника Йеспера Бо Хансена и барабанщика Фера Эскобедо. Которые, опять-таки, в лучших традициях 70-х годов, по очереди, в режиме диксиленда, продемонстрировали публике свои умения. Особо должен выделить барабанщика. Настоящий мастер. Запросто может играть даже в самых скоростных спид-метал-группах. Работает всеми конечностями, с большой скоростью, железно держит ритм, делает красивые сбивки и еще успевает палочками жонглировать. Без хорошего барабанщика в современной музыке никуда. Более того, на мой взгляд, без хорошего, вдумчивого барабанщика невозможно создать супер-группу. Этот же способен украсить любой музыкальный коллектив. В случае с Глэном Хьюзом о создании какой-то новой группы или новой музыки речи не идет. Он свое уже сказал. Но барабанщика он нашел достойного. Критиковать музыку Глэна Хьюза не имеет никакого смысла. Это все-таки музейный экспонат. Нравится он нам или не нравится, его уже не изменить. Он такой, какой есть. Отпечаток истории. И именно в этом его красота. Но вот звук в зале я раскритикую. Это не первый рок-концерт, на котором я побывал в Светлановском зале Международного дома музыки. На мой взгляд, сама акустика этого зала не рассчитана на проведение рок-концертов. Звук получается глухой. Симфонический же оркестр и орган звучат хорошо. Я также присутствовал не один раз на таких концертах. Но несмотря на глухой звук, я получил удовольствие от концерта. И немного пересмотрел свои взгляды на патриарха в нашей рок-музыке. Они, как и Глэн Хьюз, свое сказали. И сказали хорошо и красиво. Извините, если кого-то обидел неосторожным словом. Всем пока. Валащук СД Пишет вам эссе Жизнь и рок-н-рол Валащук СД Жизнь и рок-н-рол Субтитры создавал DimaTorzok